UGS Устройства также очень прочные и надежные, они способны выдерживать суровые условия окружающей среды и сложный рельеф местности. Тем не менее, главной особенностью данных беспилотных систем является их способность предоставлять данные и видео в режиме реального времени, позволяя операторам быстро принимать решения. Именно поэтому устройства оснащены HD-камерами, яркими фонарями, а также лазерными дальномерами. Камеры, в свою очередь, имеют оптический зум, способный в 30 раз увеличить изображение. Если же понадобится удаленный манипулятор, существуют модели, способные поднимать грузы весом до 150 кило. Компания Global Ordnance представила самую быструю мобильную минометную установку Scorpion. Эта система впечатляет своей скорострельностью, ведь она способна производить 8 выстрелов всего за 2 минуты. А благодаря электромеханическому характеру прицеливания длительность наведения на цель составляет от 3 до 5 секунд. Процесс расчета баллистических траекторий автоматизирован благодаря полностью цифровой системе управления огнем, учитывающей полет сразу двух типов боеприпасов. Эта система позволяет операторам предварительно запрограммировать до 1000 целей еще до выхода из штаба, что облегчает и ускоряет их поражение после развертывания на поле боя. А выйти на это поле Scorpion может очень эффектно, ведь этот легкий миномет может быть доставлен на вертолете или любом другом воздушном судне. Конструкция минометной установки также включает уникальную разработку, которая не позволяет оружию вкапываться в землю. Такая особенность повышает эффективность Scorpion на мягкой или неровной местности. Это может быть особенно полезно в районах, где обычные артиллерийские системы просто-напросто бы застряли. Лимар-2 Квадрокоптеры успели прочно войти в нашу жизнь. Пожалуй, сейчас уже никого не удивить видеороликами с высоты птичьего полета, но дроны могут быть и полноценными защитниками общественного порядка. Разработанный компанией Brink квадрокоптер Лимар-2 представляет собой полноценное радиоуправляемое тактическое устройство, но развертывание которого требуется всего 45 секунд. Этот дрон способен не только вести наблюдение с воздуха при помощи тепловизора и прибора ночного видения, но и проникать в здания. Для этого квадрокоптер оснащен специальным приспособлением для разбивания окон и открывания дверей. Его также можно запустить в здание во время или сразу после пожара, туда, куда небезопасно заходить людям из-за высокой температуры и дыма. Однако на этом функционал устройства не заканчивается. При помощи специального радара коптер умеет составлять 3D-карту в режиме реального времени. Помимо этого радары позволяют уверенно маневрировать в узких помещениях и облетать препятствия. В случае, если дрон будет сбит, он может перевернуться и снова взлететь для продолжения выполнения тактических задач. Особое внимание уделяется функции переговорщика. Благодаря установленным микрофонам и динамикам коптер может помочь решить задачу по ведению переговоров со словомышленниками. А теперь представьте, что несколько таких дронов будут работать одновременно. Производитель предусмотрел даже такой функционал. В этом случае коптеры будут передавать всю информацию в единый центр управления, что позволяет произвести молниеносную разведку с разных ракурсов. Во многих фильмах, например, в СВАД «Спецназ города ангелов» есть сцены, где спецназ вламывается в здание и штурмует укрепления. Ну, вы знаете, как это бывает. Что ж, похоже, времена прямого штурма уходят в прошлое, ведь теперь большую часть работы будут делать дроны. Эйтан Название этого бронетранспортера прекрасно описывает его сущность. Встречайте, Эйтан, что в переводе с иврита означает «сильный». Этот БТР был спроектирован Министерством обороны Израиля еще в 2016 году, хотя введен в эксплуатацию совсем недавно, в 2022. Его основное предназначение — заменить устаревший БТР М113, используемый в настоящее время армией обороны Израиля. Одной из наиболее впечатляющих характеристик Эйтана является его скорость. Эта восьмиколесная машина оснащена двигателем мощностью 750 лошадиных сил, благодаря которому может развивать максимальную скорость до 90 км в час. БТР также намного легче своих коллег, его вес составляет менее 35 тонн, а относительно высокий пол, защищенная конструкция и безопасные шины Runflat делают его очень устойчивым к воздействию мин и иных взрывных устройств, обеспечивая экипажу повышенную защиту. В дополнение к впечатляющей мобильности и защищенности, Эйтан вместителен и может перевозить до 12 солдат, включая трех членов экипажа. Он может быть оснащен пушкой и ракетной установкой, что позволяет адаптироваться к любым боевым условиям. По словам одного из генералов армии Израиля, Эйтан способен дополнить гусеничный БТР на мер. Новая машина будет стоить значительно дешевле аналога и сможет перевозить пехоту по дорогам. Взглянув поближе на этот БТР, можно заметить, что он чем-то напоминает боевую машину Сато АйПС из Call of Duty. Правда, сходство прямо заметно, разве что в игре всё чуть более футуристично. МВ-3 Следующая машина выгодно отличается от огромных контртеррористических броневиков, которые применяются военными по всему миру. Знакомьтесь, МВ-3. Эта система производится хорватской компанией Docking, которая специализируется на создании дистанционно управляемых транспортных средств широкого спектра применения. Робот работает на электрической тяге и оснащен гусеницами, которые позволяют ему перемещаться по различным поверхностям. Также имеются специальные гнезда как спереди, так и сзади для установки различных инструментов. Поэтому машина может быть не только баллистическим щитом чрезвычайно высокого класса защиты, но и тараном для проникновения в здание или бульдозером для расчистки завалов. Что примечательно, реализована возможность быстрой смены модулей. Одним из ключевых преимуществ системы МВ-3 является её мобильность. Благодаря небольшому размеру робот может использоваться даже в закрытых помещениях. Кроме того, им можно управлять дистанционно с безопасного расстояния, что снижает риск получения травм. При собственном весе в 7 тонн робот способен перевозить до 8 человек. При этом грузоподъемность составляет порядка 700 килограммов. Если машина выходит в опасный район без тактической группы, система может проводить исследования и разведку с усовершенствованной видеосистемой из 9 камер и двух ЖК-мониторов. Леонидас Это оружие было названо в честь древнегреческого царя-война Леонида, который прославился тем, что возглавил 300 спартанцев против персидской армии в битве при фермопилах. Вы наверняка видели фильм по мотивам этого события. Леонидас представляет собой микроволновую энергетическую установку, запущенную на рынок в 2020 году. На текущий момент представлено уже третье поколение устройства. Это оружие направленной энергии, которое использует высокочастотные электромагнитные волны для уничтожения электронных устройств. Когда луч попадает в цель, микроволны проникают в электронные системы, вызывая помехи или даже полные отключения. Это может быть особенно полезно для выведения из строя вражеских транспортных средств, самолетов и дронов без нанесения физического ущерба самой цели. Оружие может быть установлено на различных платформах, включая наземные транспортные средства, корабли и самолеты. Оно было разработано таким образом, чтобы быть очень простым в эксплуатации. Это означает, что Леонидас может использовать персонал без обучения и специальной подготовки. Установка прошла многочисленные испытания в вооруженных силах США и показала впечатляющие результаты. В одном из испытаний оружие справилось с 66 беспилотниками одновременно. Однако, по заверениям производителя, количество целей может быть куда большим. На самом деле, было бы очень интересно взглянуть, справится ли Леонидас с рекордным роем из 3051 беспилотника. Получился бы еще один отличный мировой рекорд, правда, на этот раз по самому масштабному дождю из дронов. MRCV Роботизированное транспортное средство MRCV, представленное на выставке по обороне и безопасности Eurosatory в Париже в 2022 году, должно произвести революцию в военном деле. Машина была разработана компанией Elbit Systems совместно с Министерством обороны Израиля. MRCV создан на базе новой роботизированной платформы типа BLR2 израильской фирмы BL оснащен автономной пушкой, активной защитой, системой управления огнем, а также системами информирования о ситуации. От других военных машин MRCV отличает в основном автономный режим работы, что делает его идеальным для ситуации, когда минимизация потерь является приоритетом. Машина может работать в любую погоду и интегрироваться с другими боевыми системами. Она также имеет капсулированный беспилотник для разведывательных миссий и различные дополнительные виды оружия, включая ракетную установку и сами ракеты. Полевые испытания транспортного средства в различных сценариях планируется начать в 2023 году. MRCV является частью масштабного проекта по разработке автономного поля боя. Ожидается, что машина станет переломным моментом в области военных технологий и поможет обеспечить безопасные боевые действия. Геймчейнджер Ведущая немецкая оборонная компания RyanMetal представила свой новый боевой беспилотник Геймчейнджер. Беспилотная воздушная система имеет каркас, похожий на беспилотник Луна, который известен своей выносливостью и способностью поддерживать связь с пунктом управления на расстоянии до 100 километров. Беспилотник оснащен квадрокоптерами, которые могут быть заряжены боеприпасами и запущены для точного наведения и уничтожения целей. Квадрокоптеры работают как дроны-камикадзе, уничтожая цели при столкновении. Это позволяет беспилотнику эффективно выполнять разведывательные и боевые задачи без риска для жизни людей. На видео, опубликованном RyanMetal, боевой дрон уничтожает антенну и транспортное средство, спрятанное в здании. Видео передается в режиме реального времени и отображается на мониторе с элементами дополненной реальности, а управление осуществляется тремя операторами с безопасного расстояния. Такая оригинальная концепция, сочетающая в себе возможность проводить разведку и выполнять боевые задачи с минимальным участием человека, делает беспилотник привлекательным вариантом для вооруженных сил по всему миру. Воздушная система действительно заслужила свое название, ведь она способна изменить правила игры. Вейпор 55МХ Беспилотная авиационная система Вейпор 55МХ имеет более широкий спектр применения, чем прошлая технология, ведь она подходит как для коммерческого, так и для оборонного применения. Благодаря универсальной модульной конструкции беспилотника пользователи могут легко менять грузоподъемность и варианты радиосвязи. Так, в версии для коммерческих заказчиков беспилотник может поднимать грузы весом до 4,5 килограммов с продолжительностью полета более 70 минут при взлетной массе в 25 килограммов. Для военных заказчиков, которым требуется большая взлетная масса, есть модификации с показателем, достигающим 30 килограммов. Хотя такой беспилотник и сможет переносить до 10 кило груза, он будет проигрывать в выносливости. Дальность связи Вейпор 55МХ достигает 32 километров, а максимальная продолжительность полета 75 минут. В режиме зависания чуть меньше, 60 минут. Компактная и портативная конструкция беспилотника с выдвижным хвостовым устройством и складывающимся шасси облегчает его установку и транспортировку. Беспилотник может быть поднят одним человеком и оснащен колесами для удобного перемещения по земле. Выносливость и гибкость нагрузки позволяет Вейпор 55МХ удовлетворять потребности любой миссии, будь то поиск, спасение, наблюдение, мониторинг или доставка. PFM Французская компания CNI AM Group представила PFM – серию плавучих мостов. Они предназначены для использования в различных сферах, таких как военные операции, ликвидация последствий стихийных бедствий и проекты гражданского строительства. Плавучие мосты PFM имеют модульную конструкцию, то есть их можно конфигурировать и собирать различными способами в соответствии с разной высотой и наклоном берега. Они изготовлены из высокопрочных сплавов, таких как алюминий или сталь, и могут выдерживать большие нагрузки, включая военные и транспортные средства. Всезвычайно простой в использовании моторизированный плавучий мост не требует дополнительного оборудования, такого как лодки, краны или землеройные машины для развертывания. Достаточно всего лишь доставить систему на место при помощи любого гражданского грузовика. Благодаря подвесным моторам, встроенным в модули, PFM может быстро маневрировать по рекам и превращаться в подобие баржи. В среднем на развертывание 100 метров моста при любом состоянии берега требуется менее 30 минут. Кроме того, устойчивость моста на воде обеспечивает быструю и безопасную переправу войск. Таким образом, PFM позволяет пропускать непрерывный поток 250 танков в час, днем и ночью, независимо от погодных условий и скорости течения реки. Рук Это шестиколесный беспилотный наземный транспорт, спроектированный и созданный израильскими компаниями Elbit Systems и Roboteam. Представленный в ноябре 2021 года, Рук был разработан с использованием опыта эксплуатации предыдущей модели, которая уже работает в США, Израиле, Франции и Великобритании. Длина машины составляет 2,7 метра, ширина 1,6 метра, высота 1,2 метра. Платформа весом 1200 килограммов имеет низкий центр тяжести, что обеспечивает повышенную устойчивость во время эвакуации раненых солдат или доставки грузов. Машиной может управлять не только оператор в командном центре, но и искусственный интеллект. Робот умеет четко следовать за отрядом и останавливаться автоматически. При этом машины могут быть объединены в единую сеть и передвигаться в качестве конвоя снабжения. На данный момент сложно представить, какое применение найдет этот робот в будущем. Список возможных модификаций безграничен и зависит только от фантазии инженеров. И это явно не ограничится функциями разведки, эвакуации раненых, доставки припасов и амуниции. Однако была продемонстрирована и возможность установки вооружения. В итоге роботизированная платформа может стать автономной передвижной турелью на дистанционном управлении. В конечном итоге, если тесты пройдут хорошо, 12 солдат можно будет заменить отрядом из роботов. Наверное, в этом случае даже самые напряженные боевые ситуации станут очень похожими на компьютерный шутер, разворачивающийся на экране в центре управления. Бабабкей Это новая автоматизированная система установки мин, разрабатываемая польской оборонной компанией HSW. Она может использоваться для создания противотанковых заградительных минных полей различных размеров, плотности и времени самоуничтожения. Система представляет собой комплекс, устанавливаемый на кузов грузовика. Он может управляться с наземной станцией, а его конструкция основана на шасси, которое отличается высокой мобильностью и грузоподъемностью. Полностью автоматизированный процесс установки мин позволяет системе быстро переключаться между транспортным и боевым режимами. Бабабкей может устанавливать мины на расстоянии от 30 до 90 метров от оси машины со скоростью от 5 км в час до 25 км в час. Он может проложить минное поле длиной до 1800 метров с возможностью установки мин не только по бокам, но и сзади машины. Время разбрасывания полного комплекта мин составляет менее 22 минут, а время перезарядки менее 30 минут. Следующая машина является еще одним изобретением хорватской компании Docking. MV-4 Scorpion это дистанционно управляемая система разминирования, предназначенная для использования в самых опасных условиях. Машина может разминировать все типы противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Она разработана специально для гуманитарных миссий, причем компания Docking поставила более 150 систем разминирования MV-4 различным вооруженным силам и организациям. Армия США эксплуатирует 38 единиц в США, зарекомендовали себя как надежные помощники, значительно снижающие риск получения травм. Роботом можно управлять из бронемашины или с безопасного расстояния. Система на гусеничной тяге может быть оснащена дополнительным навесным оборудованием, таким как культиватор, каток, захват или подъемник для выполнения широкого спектра операций. Редактор субтитров Корректор А.Егорова